Хвастаюсь своим новым трофеем. Это настоящая, правильная, ночная женская сорочка. Она как раз широкая, мешковатая, из хорошей теплой ткани типа фанели. Но она современная, поэтому она модифицирована и здесь на рукавах и на вырезе есть пуговицы. В отличие от изначальных, где широкие рукава и огромный вырез. Ценность такого трофея самая главная, что она удобна для своего самого главного назначения, чтобы в ней спать. Если в поисковике задать ночная женская сорочка, компьютер выдаст много всего красивого, но неудобного для главной задачи, чтобы спать. Вот сейчас я ложусь. И вот я сейчас легла и ничего лишнего у меня не видно. В такой ночнушке мне удобно лечь на какой-нибудь неудобную, колючую или холодную поверхность и даже на ней спать. Например, на стриженный газон или сеновал или полку в плацкартном вагоне. Если мне будет жарко, я это могу все расстегнуть и поднять, а снизу останется теплая комфортная ткань, а сверху будет обдувать ветром. В сельской местности особенно это ценно, ибо вечером жара, а утром прохладно. В этой ночнушке еще можно даже переодеваться прилюдно. Вот я сейчас одену футболку. На меня смотрят мужчины и ничего не видят. Так что, как видите, очень удобно, чтобы переодеваться. Вот для бани очень удобно. Представьте, что я сейчас сижу в бане, галашу. Меня снизу не обжигает горячая лавка. А если надо выходить на улицу, а там мужики, я поднимаю сорочку. Я в приличном виде. Я понимаю, что ночную сорочку часто используют, чтобы было эротично, но в такой сорочке, когда я буду со своим любимым, я могу открыть все, что нужно. И при этом под спиной у меня будет опять мягкая ткань. Но при этом, если кто-то зайдет, кому видеть не нужно, я все закрою. И опять будет все целомудрено. Вот такая у меня появилась ночная рубашка. А вот для дачи и для путешествий эта рубашка очень удобна.